Бразилия Биле, это бразильский футболист, единственный трехкратный чемпион мира по футболу, забил 1281 гол за всю свою карьеру. Короче, он настолько крут, что ему открыли музей при жизни. Находится этот музей в городе Сантос, штата Сан-Паулу. Здесь все посвящено Биле. Его награды, старые бутсы и даже старенький радиоприемник, по которому он в детстве слушал все матчи. Фанаты футбола тут торчат часами напролёт. Для нас, бразильцев, Пиле был лучшим игроком прошлого века, благодаря своим победам и манере игры. Местные дети приходят сюда прогуливать уроки. Ты первый. Я знаю, что Пиле получил травму. Не помню, в каком году. Знаю, что он забил много голов. Также знаю, что Пиле забил свой тысячный гол в день рождения моего дедушки. И моего школьного друга. А я сюда пришёл, потому что при музее есть магазин, полностью посвящённый Пиле. Ну, здесь, как в любом фирменном магазине, набор стандартный. Настоящие. Футболка Пиле. Гетры, как у Пиле. Бутсы Пиле. Какой-то мячик Пиле, смотри какой. Шорты там всякие. Постеры, сувениры. Кофе знаменитый, помните? Совсем отчаянные фанаты Пиле могут сделать себе на память сувенирную монетку. Цены, кстати, вполне демократичные, как для фирменного футбольного магазина. Пиле, конечно, не ставьте. Но мяч-то никто не запрещал покупать. На Пиле тут действительно все буквально помешаны. Но бразильцы пошли ещё дальше. Для людей побогаче они придумали и сувениры подороже. Бриллианты с волосами Пиле. Все девушки обожают бриллианты. А волосатые бриллианты, так это же вообще счастье какое-то. Страшно представить, как будет выглядеть такой бриллиант. В голову лезет либо что-то такое. Либо такое, либо такое. На деле же бриллиант выглядит так. Так вот ты какой! Слушайте, красивый. Красивый такой бриллиант. Ну, конечно, цвет вообще не мой. Золотой бриллиант, это странно. Но очень красиво. Смотрите, как огранка такая хорошая. И по качеству он такой прям отличный. Хм. Никаких волос и близко не видно. Честно говоря, в моей голове вообще не помещается. Как это вообще возможно? Из волос сделать бриллианты. Но ты можешь взять любые волосы. Любые волосы. Даже из твоего мустаста. А, окей. И мы можем сделать даймонд. Класс. Понимаете, можно из любых волос сделать бриллианты. Из любых. И если ты возьмешь волосы, моего волосы, твоего мустаста. Так, давайте же наконец разберемся, при чем тут волосы и как из них можно сфарганить настоящий бриллиант. Официальная версия звучит примерно так. Из кератина, который содержится в волосах, с помощью специальных высокотемпературных печей выделяют углерод. Потом из этого углерода выращивают алмаз. Все это делается на специальном оборудовании при очень высокой температуре. Через две недели в таких условиях углерод кристаллизуется. Его ограняют. Придают нужную форму. И все. Бриллиант готов. И потом его помещают в такую вот стекляшку с фигуркой пиле. Всего компания собирается сделать 1281 бриллиант. И именно столько голов забил пиле за свою карьеру. Цена на бриллианты зависит от номера гола. Окей. Вот этот бриллиант называется гол номер 79. Это 79-й гол с карьерой пиле. То есть, чем важнее и красивее был гол, тем дороже брюлик в его честь. Вот такая красивая легенда. А теперь, друзья, я вам расскажу, как все происходит на самом деле. Да простят меня все те, кто накупил уже себе бриллианты в пиле за сумасшедшие деньги. Во-первых, искусственный алмаз, он же синтетический бриллиант, и близко не имеет такой ценности, как природный. Их выращивают в промышленных масштабах тысячами для всяких технических нужд. Ну, например, их используют в производстве алмазных дисков для болгарок и всяких там шлифовочных штук. И главное, в волосах так мало углерода, что из них алмаз вырастить невозможно. На самом деле, эти волосы пиле подмешивают к целой горсти графита. Это такой материал, из которого делают грифели для карандашей. Вот он-то и является основным сырьем для алмаза. Если попытаться сделать алмаз только лишь из углерода, добытого из волос, то для камня в один карат придется обрить мамонта, а то и двух. А еще пиле – это близкий друг владельца этой компании по выращиванию алмазов. И, если честно, я что-то сомневаюсь, что легендарный футболист для каждого камня лично передает свежий пучок волос. В любом случае, проверить это просто невозможно. Ну, знаете, на халяву, как говорится. Короче, пока у меня есть золотая карта. Я не знаю, куда я его дену. Подарю ли маме, либо пожертвую. Либо вставлю себе куда-нибудь в сережку. Ну, я буду делать так. Ну, ну, окей, окей, но... Сейчас я подожду. Только... Это не все, не волнуйся. Не волнуйся. Так. Вот так. Нет, нет. Все. Все. И... Пинк color. And... Пинк color. And... Two carrots. Окей? Color. White. Yellow. Blue. And gold. Окей. One blue. And... One... 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 White. Okay? Сережки же две. This. With this, we can make... Make it with your mustache. No, no, no. Let's put it just to remember each other. How much it will be? About... Five thousand... Ну, кто знает. Может, через десять лет мои волосы будут стоить дороже волос Беле. Надо брать. Но главный вопрос меня интересует. Почему мы находимся в крематории? It's part of the group. Uh-huh. Pepp Outstut. Uh-huh. Eh... Empresario Brasileiro. Empresario Argentino, radicado no Brasil a mate 50 anos. Entre eles, Nabril Infinito, que é empresa que comercializa os diamantes. Для меня звучит это просто... Я не знаю, это очень странно и очень необычно, скажу честно. Чтобы вы понимали, офис этой компании находится в некрополе Экуменика. Это самое высокое кладбище в мире. В десять этажей. И занимает площадь почти два гектара. У меня всё. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...